Диуретики или диуретические средства или мочегонные средства – это лекарственные средства, которые увеличивают образование мочи за счет избавления организма от натрия и воды. Диуретики понижают кровяное давление. Диуретики подразделяются на основные и дополнительные. К основным относят астматические диуретики, теозидные и теозидоподобные диуретики, петлевые диуретики, антагонисты минералокартикоидных рецепторов, прямые антагонисты адрестерона, калийсберегающие диуретики. К дополнительным относят индибиторы карбоангидразы. Астматические диуретики – это манитолы мочевинок. Тиозидные – это гидрохлортиозид и хлортиозид. Тиозидоподобные – индопамид и хлортолидон. Петлевые диуретики – это форосимид, буметанид, торосимид. Антагонисты – это спирронолоктон, амилорид, триамтирен. К ингибиторам карбоангидразы относят ацетозолонид. Диуретики – это лекарственные средства, которые действуют на нефрон почки. Нефрон – английская нефроспочка. Это структурно-функциональная единица почки. Это значит, что на уровне нефрона обеспечивается выполнение основных функций почки, выведение продуктов распада и поддержание водного баланса. Где находится нефрон? Нарисуем почку и обозначим основные элементы почки. Это мочеточник. Это малая почечная чашечка. Это большая почечная чашечка. А это почечная лоханка. Воронковидная полость, образующая почки посредством слияния больших почечных чашечек, служит для собирания мочи. Перестатические сокращения мышц стенки почечной лоханки обеспечивают движение мочи из почечной лоханки к мочеточникам. Это почечная вена. Почечная артерия – это корковое вещество почки. А это мозговое вещество почки. И, наконец-то, нефрон, который располагается в корковом и мозговом веществе почки. Сейчас нарисуем почку меньше в мштабе, а нефрон больше. Это корковое вещество почки. А это мозговое вещество. Сейчас нарисуем нефрон еще раз. Но теперь только один нефрон. Над линией находится корковое вещество почки. Под линией – мозговое вещество почки. В корковом слое почки находится почечная капсула. Или капсула нефрона, или капсула шумянского баумена. Это синонимы. Это – пространство шумянского баумена. Внутри капсулы шумянского баумена находится капиллярный клубочек. С приносящей артериолой и выносящей артериолой. От капсулы отходит проксимальный изютой канализ. Или изютой канализ первого порядка. Который в мозговом слое почки образует петлю. Петлю генрия. В нисходящую и восходящую части. Затем он снова поднимается в корковый слой. Где переходит в изютой канализ второго порядка. То есть изютальный изютой канализ. Этот канализ вкладывает в собирательную трубочку нефрона. Все собирательные трубочки образуют выводные протоки, открывающиеся на верхушках пирамид в мозговом веществе почки. Механизм действия диуретиков. Нарисуем нефрон еще раз. На этот раз, чтобы не мешали надписи. Теперь давайте посмотрим, где в нефроне реабсорбируются натрий и другие вещества. Но для начала поговорим о формировании состава конечной мочи. Формирование состава конечной мочи осуществляется в ходе трех процессов. Фильтрация в клубочках. Реабсорбция в канальцах и трубочках. И секреция в канальцах и трубочках. Реабсорбция. Реабсорбция для обратного всасывания. Это возврат необходимых организмов веществ из просветоканальцев, трубочек, вентерстиции и крови. Реабсорбция характеризуется двумя основами. Во-первых, канальцевая реабсорбция жидкости, как и клубочковая фильтрация, является значительным количеством в отношении процесса. Это означает, что потенциальный эффект от малого изменения реабсорбции может оказаться очень существенным для объема выделяемой мочи. Например, снижение реабсорбции всего на 5% со 178 до 169 литров в сутки увеличит объем конечной мочи с 1,5 литра до 10,5 литра в сутки в 7 раз или на 600% при прежнем уровне фильтрации клубочков. Во-вторых, канальцевая реабсорбция отличается высокой сфетивностью или избирательностью. Некоторые вещества, аминокислоты, глюкоза почти полностью, более чем на 99% реабсорбируются. А вода и электролиты, натрий, калий, хлор, бикарбонаты в очень значительных количествах подвергаются реабсорбции. Но их реабсорбция может существенно изменяться в зависимости от потребности организма, что сказывается на содержании этих веществ в конечной моче. Другие вещества, например, мочевина, реабсорбируются значительно хуже и выделяются в больших количествах с мочой. Многие вещества после фильтрации не подвергаются реабсорбции и полностью скрекируются в любой их концентрации в крови, например, клеатинин и нулин. Благодаря избирательной реабсорбции веществ в почках осуществляется точный контроль состава жидких сред организма. Основным местом реабсорбции натрия является максимальный изютой каналиц. Там реабсорбируется примерно 60-70% натрия. Вода реабсорбируется в нисходящем колене петригенре. В восходящем колене петригенре реабсорбируется 20-25% натрия. В дистальном изютом каналице 5-10% натрия. В собирательных трубочках реабсорбируется 1-2% натрия. Вода также может реабсорбироваться в собирательном канале. Нужно понимать, что если натрий будет реабсорбироваться вдоль собирательного канала, это, впрочем, касается и проксимального изютого каналица, и все петли генре, и дистального изютого каналица, то и натрий будет реабсорбироваться. Существует правило работы почек. Куда натрий, туда и вода. Космотические диуретики Действуют в проксимальном изютом каналица. Тиозидные и тиозидоподобные диуретики Действуют в дистальном изютом каналица. Петлевые диуретики Действуют в петле генре. Антагонисты минералокортикоидных рецепторов Действуют в самом конце дистального изютого каналица и в собирательных трубочках. Ингибиторы карбоангидразы, как и осмотические диуретики, действуют в проксимальном изютом каналица. В следующем видео мы разберем подробно механизм действия каждой группы диуретиков. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!